Вся архивная правда, которая стала доступна вроде бы в 88-89 году, она не пережита, она не освоена. И я даже на примере себя это могу сказать, что я только в 2007 году прочитал уголовное дело своего отца, который получил приговор в этом доме. И мне стало совершенно понятно, почему этот дом в народе уже давно носит название расстрельного дома. Это не значит, что здесь были именно в этом доме расстрелы, но то, что в годы Большого террора здесь были приговорены всего лишь за два года около 40 тысяч человек к расстрелу, и вот эти вопросы – за что? Все эксплуатации оказались негулированы. Остался рабочий класс, осталась интеллигенция. Конечно, это было впервые в советское время. Вот создано впервые в советское время общероссийское движение. Ясно, что оппозиционное. Хоть оно сейчас и не говорило, что оно политическое, но по смыслу оно оппозиционное. Я сразу понял, что главное, с чего должна перестройка начинаться – это увековечение памяти миллионов погибших. Вот это совершенно сознательно у меня был выбор, сознательное решение, тем больше у меня было время подумать. И я стал думать, как это делать. Потом я нашел таких же людей. Через прессе я увидел, что есть другие люди, которые так же считают. И мы создали инициативную группу «Мемориал». Иосиф Самуил Генрихович, 52 года. Полномочный торг пресс СССР в Испании. Расстрелян 28 августа 1938 года. Моя бабушка, Анна Аркадьевна Смолянская, умерла в Карлаге 19 января 1944 года. Мой дедушка, Смолянский Григорий Борисович, расстрелян 26 октября 1937 года. Место захоронения неизвестно. Вечерна Аркадьевна. Известная строчка из Ахматевского реквейма. Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список и негде узнать. Когда говорят о 20 веке в России, о терроре обычно оперируют большими цифрами, большими числами с многими нулями. Но людей-то нужно считать не нулями, а единицами. Это же много людей, каждый со своей судьбой. И эта символическая акция возвращения имен, это просто называние имен тех, кого тайно казнили, беззаконно осудив 70 чем-то лет назад. Но без такой памяти о людях, не об эпохе, не о стрелах направлений главного удара, не о процентах перевыполнения планов пятилетки, а об отдельных людях с их профессиями, с их возрастом. Без этого мы оказываемся обречены на повторение прошлого. Брязина Ян, 24 лет. Полярный лётчик, расстрелян 16 августа 1938 года. Фрчик Леонид, переводчик. 34 лет, расстрелян 7 июня 1938 года. Надо что-то делать, чтобы всё-таки не повторилось. А для этого нужно помнить. А помнить, это значит помнить о людях. Все эти люди есть в книгах памяти, есть в базах данных в интернете. Но вот этот один день в году мы называем их вслух на всю Лубянскую площадь. В Москве были расстреляны более 40 тысяч человек. И за те вот уже 9 лет, что мы проводим эти акции, мы ведь не прочитали имена всех. Значит, будем продолжать. Дмитрий Иванович, бухгалтер таблики Красной Октябрь, арестован в 1938 году, 37 лет, и умер после 5 лет мучений в концлагере Коми. Вечная память великого ученика. И спасибо мемориалу, что он организует наше прощание. Приговор за контрреволюционную деятельность, за вредительство. Была группа вскрыта вредителей в научно-исследовательском институте гражданского воздушного флота, где мой отец был активный коммунист, член партбюро и начальник планового отдела. Мне удалось прочитать в уголовном деле это сфальсифицированное следователями по указанию начальства. Дело это не просто судьба моего отца, это судьба страны. Нужно было создать видимость борьбы с вредителями, со шпионами, с врагами народа. И это делалось, и это делалось по разнарядке. Этот исторический дом – это молчаливый свидетель преступлений эпохи Большого террора. И этот дом должен быть отдан под музей-мемориал. Сейчас мы находимся в архиве мемориала, и эта часть архива посвящена истории сталинских репрессий. Он создавался преднамеренно и обдуманно, и специально, как архив семейных историй. Семьи репрессированных могут принести документы, сохранившиеся у них дома, о тех людях, которые были репрессированы, об их жизни, о жизни семей, тогда, когда они были врагами народа и родственниками осужденных преступников. Ну вот, например, сейчас Илья, например, описывает пришедший к нам архив. Ну, это небольшое дело. Вот это документы следственного дела, которые нам принесли. Вот видите, ордер на арест, на производство ареста. Анкета арестованного, в которой обычно биографические данные человека. Обвинительное заключение, в чем следствие нашло его виновным. Выписка из протокола приговора, заседание тройки, это внесудебный орган. Выписка, видите, очень короткая. Расстрелять. И акт приведения приговора в исполнение. Расстрел. Невенченко Николая Григорьевич расстрелян 31 января 1938 года. Вот это несколько страничек, которые определили жизнь этого человека и судьбу на долгие годы его семьи. И вот заключение уже 56-го года о том, что он был невиновен, что дело прекращено и что он реабилитирован. Вот, собственно, таким образом стандартно в государственных документах отражается следствие, смерть и оправдание одного человека. Но это как раз пример документов в копии государственного архива. Но мы считаем, что это не главная составляющая нашего архива, а главное – это вот документы семейные, документы, те, что сохранились в семьях. То, что нам рассказывает о том, какой это был человек. Дело Гордона Гавриила Осиповича, замечательного просветителя образованного человека, умершего в лагере, переписка с женой и двумя детьми, начиная с 1933 до 1942 года. Вот эти письма, в которых он рассказывает девочкам, как жить, к чему учиться, какие книги читать, к чему стремиться. Письма и на французском, и на немецком, и на русском языках. Его заметки, его труды, которые он им посвящал. Каждый день нам звонят люди, которые случайно на сайте находят имя человека, своего родственника, которого они думали, что он погиб на войне, о котором им никогда не говорили. Или они что-то знали, что, кажется, они были сюда высланы, но ничего не знают о своих корнях, о семьях. И они хотят найти, хотят узнать. Потому что семейная история, скажем так, в советское время была почвой довольно зыбкой и довольно опасной, потому что никогда не знаешь, что ты выяснишь. Мы видим через семейную историю, что это значило для каждой отдельной семьи. Что это не общая статистика расстрелянных, посаженных в лагеря, а это истории жизни. Истории жизни одного человека, истории жизни семейные, связи семейные, те, которые сохранились, окрепли или разрушились в результате этого. Это жизнь общества, которая не отражена ни в какой статистике. Это их настроение, мысли, переживания. Потому что в этих письмах, иномарах, которые они приходят, они именно описывают свои чувства и свое состояние. Я думаю, что возрождение Культа Сталина произошло на фоне двух событий, двух, так сказать, вещей. Во-первых, разочарование, реванш после, ну, вообще говоря, победы демократической революции в России, она была в начале 90-х годов. Другое дело, что она не могла быть полной, скажем так. Но она была, потому что были созданы нормальные конституции, разделение властей, нормальное, ну, может, с перекосом власть президента, может, так и надо было. Я лично считаю, что в то время так и надо было. Разделение властей, судебная реформа, все остальное. Много было атрибутов демократического государства. Но экономические реформы шли туго, что и должно было быть. По-другому не могло быть. И было разочарование населения России. И оно естественное, я бы сказал. И поэтому разочарование приводило к тому, что люди вспоминали прошлое и думали, что действительно, многие в прошлом были лучше, чем в 90-е годы, тем более они очень голодные были. Но в нулевые годы приход Путина привел к тому, что разочарование дополнилось политикой Путина и фигурой Путина. То есть он представитель силовых структур, да не просто силовых, а сотрудник ФСБ. И все это отразилось на той идеологической линии, которую он постепенно стал проводить. Сначала он был как бы демократом и говорил об этом. А потом он стал авторитарным правителем и самодержцем таким, что ли, своеобразным в России. Идеологический штаб вокруг него стал с каждыми выборами все более и более вытаскивать Сталина из Нафталина. Путин, что он тоже твердой рукой, он нас в страну поведет, так же, как Сталин вел. И это все, конечно, промывание мозгов приводило к тому, что появилась ностальгия по Сталину уже в жирные годы, когда люди стали лучше жить. И, казалось бы, вот здесь-то можно было бы точно развивать демократические институты и объяснять, что вот в рамках демократии можно жить хорошо и работать, и свободу иметь, и все остальное. Но Путин этого не сделал. Если бы, конечно, мемориал имел постоянную рубрику на первом канале телевидения, на втором, как говорится, на третьем или на четвертом, то, конечно, влияние мемориала было бы на общественное мнение значительно больше. А сейчас это что получается? Они проводят выставку, там несколько сот человек, может быть, посетят. Прекрасную выставку, очень сделанную профессионально. Само собой стало очевидным, что, пожалуй, самая сложная, самая противоречивая тема сейчас – это тема Второй мировой войны до сих пор, как ни странно. Было решено, что берутся два учебника от каждой страны. Они должны быть официально одобрены, то есть это должна быть как бы официальная точка зрения на историю войны, чтобы из учебников создать какой-то архетипический образ войны, который предстает вот школьникам, школьникам, старшеклассникам в этих странах. Страны – это Чехия, Италия, Германия, Литва, Польша и Россия. Немецкий стенд, пожалуй, поражает тем вообще подходом к образованию. Если для большинства характерна идея историков такого нарратива, история, которая рассказывается с уже проставленными оценками, немецкая система образования, которая вырисовывается в него, она совсем другая. Главная идея – это не повторение ситуации, когда большинство населения поддерживает фашистов, большинство населения поддерживает тоталитарную партию. Но это делается, с одной стороны, через выпячивание преступлений немецких, немецкой армии, немецкий СС, с другой стороны, через специальные акценты на том, что школьники сами должны анализировать документы, да, они должны сделать из них выводы. И российский учебник отличается какими-то полутонами часто. Но за этими полутонами очень много скрыто. Это пакт Молотова-Риббентропа. Есть учебники, в которых пакт оправдывается. Есть учебники, в которых специально говорится, что мы до сих пор не знаем, как к этому относиться. Практически нигде не говорится о тех вещах, например, о том, что секретный протокол пакта, по которому Восточная Европа была разделена между Россией и Германией, он замалчивался до перестройки. Мало учебников говорят о том, что СССР помогала Германии и в военных операциях, и экономически, вот первые годы войны. Абсолютно по-разному они оценивают. Это вопрос депортации и репрессии во время войны. Академический дискурс вокруг истории войны на авторов учебников не влияет. Это совершенно разные пласты. Есть то, что происходит в академии, то, что происходит на конференциях, то, что обсуждается, тем, какие обсуждаются, какие не обсуждаются. Это одна, это, в общем, довольно свободная. Свободная от диктата каких-то внешних сил, экономических, экономической составляющей тусовка. Есть учебники, которые целиком зависят от того, поддержат или не поддержат государство, целиком зависят от того, будут их читать в школах, не будут их читать в школах, как к ним будут относиться. Это немножко более конъюнктурная вещь, очевидно. Есть огромные жертвы, и это великая победа. Но есть вещи, которые не вписываются в эту простую картину, которые пытаются протащить вот эти авторы учебников. Непроработанное прошлое, оно тем опасно, что оно прорывается в каких-то странных ситуациях, может привести к конфликтам, которые абсолютно не ожидаются сейчас, и потом будут неуправляемы. Мемориал дальше жил уже без меня, но, тем не менее, он развивался и как исторический центр, и как, вот, когда появилась война в Чечне началась, Мемориал был ключевой организацией, которая боролась за установление мира, прекращение, во-первых, против того, чтобы там война начиналась, как говорится, а потом, чтобы она прекратилась. И вот они стали проводить вот эти вот гранты, я уже ушел тогда из руководства Мемориала, они стали брать гранты на проект «Горячие точки», и вот это, к сожалению, вот эти «Горячие точки» продолжаются до сих пор. Была идея, что это преодоление тяжелого наследия тоталитарного прошлого. И в будущее демократическая Россия, и другие страны, которые возникают на территории бывшего Советского Союза, вот уже возврата к этим массовым нарушениям прав человека не будет. Была такая надежда, утопическая надежда. На самом деле мы очень быстро увидели, что по мере возникновения независимых стран на территории бывшего Советского Союза уже новые власти становятся серьезными нарушителями прав человека в самых разных областях. И поэтому актуальность правозащитной работы не уменьшалась, а наоборот это лишь увеличивалась. И, к сожалению, если смотреть уже на развитие нашей страны, России, то правозащитная работа становится все более и более востребованной. Мы бы очень были рады, если бы наша работа уменьшалась, ее востребованность, и оказались бы мы без работы. Пытки в обычных отделах полиции, ведь это же повседневность, это системное нарушение прав человека, и несмотря на то, что отдельных полицейских удается, благодаря в основном правозащитникам, я не говорю только про правозащитный центр Мемориал, нет, благодаря многим разным организациям, работающим правозащитным в этом направлении, отдельных полицейских удается посадить, наказать. Но ведь как система пытки в полиции не преодолена, или возьмем вам, пожалуйста, совсем из другой области прав человека, там, свобода слова. Мы же видим, что свобода слова, как шагреневая кожа у нас, уменьшается. Ну да, отдельные издания, находящиеся под прессом, под давлением, пока еще могут свободно говорить то, что они считают нужным. Но видим, как на эти издания все больше и больше оказывается давление, и видим, как стремятся уменьшить аудиторию, которую охватывают эти СМИ. Ну, одна история с телеканалом «Дождь». Вот самая, так сказать, наглядная. Но это же и по отношению к многим другим СМИ происходит. Или свобода собраний, да? Ну, свобода собраний практически у нас ликвидирована. Одновременно свобода выражения мнений, да, выражения мнений при помощи собраний. Митинги, демонстрации, шествия, пикеты. Те-факто у нас уже находятся почти под запретом. Во всем случае, то, что закреплено в Конституции, уведомительно, а не разрешительный, да, характер проведения таких мероприятий, это просто перечеркнуто. Естественно, это разрешительный. Власти разрешают по своему усмотрению. И, по сути дела, оспорить запрет невозможно. И новые всевозможные законодательные инициативы просто уничтожили свободу собраний, а, соответственно, и свободу выражения мнений. Ну, хотя бы знаменитая статья 212.примпа, которой Ильдар Дадин сейчас посажен, да, за несколько административных нарушений на длительный срок сядет человек уже по уголовному делу. Это вопиющая вещь. Над нами, как вот дамоклов меч на ниточке висит, и мы не знаем, в какой момент Минюст или прокуратура решит это обрезать. Меч упадет, и правозащитный центр будет ликвидирован. Понимаете, мы как работали, так и продолжаем работать. Мы отказываемся признавать себя иностранными агентами. Это клевета на нас, и мы на себя сами клеветать не намерены. Мы вообще ничьи агенты, понимаете, мы не агенты ни российского правительства, ни иностранных каких-то структур. Решение Конституционного суда, которое признал закон об иностранных агентах в Конституционном, как раз в этом решении Конституционного суда четко указывалось. Никаких дискриминационных последствий для тех, кого включили в реестр иностранных агентов, организации НКО, значит, исполняющих функции иностранных агентов, не будет. А на самом деле, что мы видим на данный момент? Первое. Уже, по сути дела, СМИ, которые учреждены так называемыми иностранными агентами, не могут направлять своих наблюдателей на выборы. Уже это есть. Второе. Существует законопроект, который находится в Госдуме, подготовленный Минюстом, где прямо указывается запрет для чиновников взаимодействия с иностранными агентами. Но, заметим, чиновники, уже зная о наличии такого законопроекта, уже отказываются взаимодействовать с иностранными агентами. Это, конечно, совершенно не законно. Но уже, по сути дела, они утверждают и говорят, что нет. Нет, взаимодействовать с вами не будем. Посмотрим, не знаем, чем это кончится. По-моему, сейчас у власти межумочное такое состояние. Они сами не знают, что делать с НКО. Они, конечно, поддерживают НКО, которое они сами создают, чтобы это было помощники власти. И, в принципе, там помогать-то можно. Ну, там мало ли, инвалидам можно помогать. Ну, как в советское время были советские профсоюзы. Они прямо писали. «Советские профсоюзы – школа коммунизма». Прямо написано было. И советские профсоюзы не занимались защитой прав трудящихся, не занимались забастовками. Они распределяли путевки. А НКО, прежде всего, правозащитные, в общем-то, оппонируют власти по многим вопросам. Не потому, что это оппозиционная партия, а потому, что власть нарушает права человека, а права человека закреплены Конституцией, между прочим. Поэтому мы правозащитие вынуждены оппонировать власти. Ну, я думаю, что мемориал состоялся. Мемориал – это одна из самых известных организаций. Ну, МХГ, мемориал в России, имеет такое славное, как бы, историческое прошлое. Снизу все сделали, без всяких… Вот мне, поэтому в этом смысле я всегда возражаю. Говорят, вот Сахаров сделал, был председателем мемориала. Он бы имел право это делать, и было бы это замечательно. Но это не так было. Это было снизу сделано общество, что значительно важнее, чем Сахаров бы сказал и сказал, вот, давайте, я создаю мемориал, идите ко мне. Это советская модель. А здесь не было советской модели. Снизу сделано. В этом смысле исторический опыт мемориала имеет гигантское значение. Именно как организация, созданная снизу. Правду истории, она нужна. Но, как мы видим, недооценка, так сказать, полного информирования населения и сегодняшней нашей властью еще пока присутствует. И это очень плохо. Но я думаю, что это преодолимо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok